МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Середина земли» расскажем о том, как в Чите прошел турнир по смешанным единоборствам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целый год борьбы за свои права и все бестолку. Жесткие ограничения на берегу Байкала в очередной раз обсудили жители прибрежных сел. К чему пришли, узнаете из «Середины земли». Я приветствую зрителей международного информационного выпуска «Середина земли в Приангарии». Сейчас время новостей за Байкальского края. С ними вас познакомлю я, Татьяна Салихова и мои коллеги. В Сибирь с любовью немка Фредерика Кресснер уже два года преподает язык Гёте и Шиллера в Забайкальском университете. О ее впечатлениях о России и Забайкалье и живущих здесь людях подробнее в репортаже Антона Матушевского. В ставшем уже родном институте ее привыкли называть коротко – Фрида. В качестве небольшого талисмана Фредерика носит на груди кулон с изображением Фриды Калу. С мексиканской художницей у нее своя духовная связь. В России девушка не впервые, но за все свои поездки до 2014 года она так и не пересекла Урала. Поэтому с большим желанием поехала в Сибирь, в солнечное Забайкалье, которое встретило немку дождем. Я была уже несколько раз в России перед тем, что я сюда приехала. Но здесь, что для меня было удивительно, это была сначала, наверное, погода, потому что здесь действительно много солнца. И даже зима, которая, конечно, очень для меня строгая была, все равно, потому что постоянно солнце есть, это лучше, чем в Берлине один месяц без солнца вообще жить. Родилась Фредерика в восточном Берлине. Стена упала, когда ей было около пяти лет. Русский в свое время в школе и институте изучала мама, так что неудивительно, что у девушки всегда была определенная тяга к русской культуре. В фонде имени Роберта Боша, который курирует культурный и научный обмен между странами, предложили место преподавателя немецкого на Язе в Чите. И, как говорят в УЗИ, в нее сразу влюбились и студенты, и преподаватели. У нас пара всегда проходит достаточно весело. Постоянные какие-то игры, что-то интересное придумывает. То есть задания тоже очень необычные. Поэтому, может быть, интерес возрастает за счет этого. Поэтому мы учимся лучше. Очень требовательно. Доброта присутствует, конечно. То есть она всегда все объясняет. Если что-то непонятно, все объяснит, поможет, подскажет. Проводит различные дополнительные занятия. Она была инициатором проведения осенней академии для своих коллег, таких же преподавателей, которые ведут русский язык в разных городах нашей страны. 74 немца к нам приезжало в ноябре. Инициатором всего была наша замечательная Фрида. И вы знаете, вот за эти два года я могу сказать, что она стала нашей. Она стала русской. Не только потому, что она уже достаточно неплохо говорит на русском языке, она уже чувствует по-русски многие вещи, ощущает так, как мы. И мы понимаем, что мы с ней на одной волне. По словам Фредерики, сначала она очень волновалась. Были и небольшие проблемы с языком. До сих пор каждый день открывает новые для себя слова. Были и небольшие трудности в быту, которые всегда помогали преодолеть новые знакомые в Чите. Русская кухня, там, конечно, очень много мяса. Поэтому я не очень много могу сказать про русскую кухню. Но я могу сказать, что люди были очень толерантны к этому. Была всегда, был никогда вопрос, что ты должен есть мясо только от вегетарианка. Значит, ты не ешь мясо? Ну, жал. Ладно. В мечтах девушки побывать в Чаре. Может, посетить Якутию и Камчатку. Воспоминания о захватывающих красотах она увезет с собой на родину. И, кстати, заинтересовать этой страной Фредерики удалось и сестру, которая сейчас тоже изучает язык и готовится к поездке в нашу страну. Антон Атушевский, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. В Чите прошел турнир по смешанным единоборствам. В нем приняли участие 18 титулованных бойцов, победителей и призеров чемпионатов России и Европы из Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Москвы, Омска, Усульги Сибирского и других городов. Соревнования прошли при поддержке главы региона Натальи Ждановой. Наш корреспондент Юлия Тимошенко расскажет подробнее. В Читинский ринг вышли 18 бойцов из разных городов России. В церемонии открытия приняла участие глава региона Наталья Жданова. Поздравляю всех с этим замечательным праздником спорта, силы, выносливости, таланта, стремления к победе. Два раунда по пять минут – таков регламент поединков. Открыли турнир в категории 65 килограммов спортсмены из Москвы и Красноярска. Бой оказался скоротечным и закончился техническим нокаутом. Победа за москвичом Артемом Лобановым. Позже уже на зрительской трибуне он активно поддерживал своего одноклубника Ростислава Бажухина. Локоть вставляй туда сразу же, локти! Да бейте его локти! Боксеры, самбисты, вольники, кикбоксеры, рукопашники, дзюдоисты. В ринг в этот день выходили спортсмены из Уссолья-Сибирского, Омска, Улан-Удэ, Кемерово, Москвы. Отдельно стоит сказать о музыке, под которую появлялись бойцы. Национальные мотивы – рок, пение церковного хора. А участник из Красноярска Владимир Ивашкин вышел под музыку из мультфильма. В турнире приняли участие из-за байкальца, и они показали интересные и динамичные бои. А Юр Гасанов и Зарикто Галсанов уверенно одержали победу в своих поединках. Одним из самых зрелищных стало противостояние девушек. В ринге встретились титулованная спортсменка из Омска, чемпионка России по тайскому боксу Ирина Пилипенко, и Четинка, кандидат в мастера спорта по спортивному самбо Татьяна Чулкина. Несмотря на юный возраст и отсутствие громких титулов, наша спортсменка показала характер. Ее упорство оценил и известный спортсмен и телеведущий Сергей Бадюк, который вел турнир. Я не смотрю женские бои практически никогда. Я, честно говоря, думал, что прогулка будет легкой для одной из спортсменок, но так не получилось. Спортсменка из Читы дала не просто бой, а такой характер показала. Я вот реально не отрывал взгляда. Очень сибирский характер у девушки. Парни, будьте осторожны, если в Читу приезжаете. Должное сопернице отдала и победительница Ирина Пилипенко. Она поделилась и своими эмоциями после победы. Все шикарно прошло. И даже какое-то опустошение сейчас, потому что все эмоции выплеснуты были в ринге. Главным боем вечера стал поединок боксера из Кемерова Вячеслава Беляева и чемпиона Европы и мира по кикбоксингу известного спортсмена Владимира Минеева. Держи! Бой, не бой, не бой! Бой! Бой закончился на второй минуте удушающим приемом. Как и ожидалось, победителем стал Владимир Минеев. Я к этому бою готовился очень серьезно. Вышел так, как вышло. В моей жизни были бои, которые быстрее заканчивались. В моей жизни были бои, которые были намного тяжелее. Каждый соперник особенный. У каждого свои особенности, свои сильные стороны, свои слабые стороны. Это как шахматы. Нужно находить ключи. После турнира поклонники еще долго не отпускали звезд вечера. Фотографии, автографы, рукопожатие. Очень благодарные зрители. Я говорю, в принципе, на турнирах всегда наблюдаю. И, честно говоря, меня слегка коробит. Спортсмены стараются, стараются для вас. И вот когда там объявили победителя последнего боя, все сорвались и побежали. Куда вы торопитесь? Посмотрите, понаслаждайтесь моментом. В Чите вот здесь ни один зритель не встал. Ни один зритель не встал. Все досидели, все выслушали слова, все поаплодировали. Это еще 10 минут, но это 10 минут уважения именно к тем бойцам, к организаторам. Популярный спортсмен рассказал также, что готов поддержать губернаторский проект «Спор для всех», отметив, что спорт должен быть доступным и бесплатным. Сергей Бадюк добавил, его приятно удивило то, что глава региона нашла время приехать на открытие турнира. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях за Байкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Здравствуйте, что интересного произошло у вас? Здравствуйте, коллега. На связи Бурятия в студии Ася Касьянова. Мы поделимся новостями нашего региона. Улан-Удэнские школьники получили работу на лето. Одно из крупнейших предприятий города, авиазавод, трудоустроило 30 подростков. Учащиеся от 14 до 16 лет заработают первые деньги и получат запись в трудовой книжке. Рабочий день составит 4 часа. Это поможет детям сориентироваться в выборе будущей профессии и к другим важным событиям. Только вода и ничего больше. Погорельцы из Северомуйска объявляют голодовку. Около 40 человек готовы отказаться от еды, чтобы отстоять свои права. Мы попытались выяснить, чего боятся жители бурятского поселка и в каких условиях вынуждены жить сейчас. Надеемся, что это жилье наше будет временное, непостоянное. Школьный спортзал с кроватями вдоль стенки. Женщины, мужчины и дети все спят в одном помещении. Температура в нем не выше 12 градусов, говорят погорельцы. Сколько еще придется ютиться в импровизированном общежитии, люди не знают. Нет, это не выгоревшие дома, а так называемое маневренное жилье. Его власти предлагают взамен поглощенных пламенем квадратных метров. Ни окон, ни дверей, ни коммуникаций. Сомнительная альтернатива. Но другой может и не представиться, говорят местные жители. Ведь после пожара они рискуют потерять право на участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Все просто. Нет старого жилья, нет и оснований на получение нового. В это министерство каждую неделю звоним. Ответы из Москвы пришли. Обращайтесь в местные органы. Вот что мы подписи ходили, собирали. Ответы пришли из Москвы. Обращайтесь в местные органы. Давайте у Валентины Васильевны мы спросим, что она нам скажет. Москва денег не дает. Единственные деньги, которые жители Северомуйска все-таки получили, это компенсация по 10 и 100 тысяч рублей. Однако дом на них не отстроить. Сейчас погорельцы идут на крайние меры. Около 40 человек готовы объявить голодовку. От еды люди откажутся 14 июля. Ведь участники таких акций обязаны предупредить различные ведомства о своих намерениях не менее чем за месяц. А значит, у властей еще есть время исправить ситуацию и дать погорельцам гарантии. Ася Касьянова жаргал церендаши в середине земли Бурятия. В это время жители прибрежной зоны Байкала пытаются понять, как приспособиться к экологическим ограничениям. Настолько ли они жесткие, накануне обсуждали представители населения районов республики. К наболевшей проблеме подключилась и Иркутская область. Репортаж Марии Латышевой. Сегодня здесь те, для кого Байкал не просто озеро. И все природоохранные меры правительства эти люди чувствуют в первую очередь на себе. 368-е распоряжение о границе водоохранной зоны Байкала коснулось порядка 140 тысяч человек двух регионов. Из-за него сотни сельчан в Баргузинском районе не могут узаконить свои земли. Ходоки к Путину и целый год борьбы за свои права реальных результатов не принесли. Мы предлагали же исключить территорию населенных пунктов из центральной экологической зоны. Пока движения нет, ну и вот пока таких конкретных запретов нет, но есть ограничения по земле. Живут аренды и не могут оформить свои земли и в Кабанском районе. Еще одна беда – нет земель под кладбище. Мы не можем сейчас отвезти новые места захоронения. Вопросы пока никак не решаются. Мы обязаны их решить. В противном случае действительно наше существование на этих территориях довольно проблематично. Не без эмоций выступили на встрече байкальские аборигены. Так называют себя те, кто годами жил у озера и хоронил здесь своих предков. А сегодня не понимают, почему их право оказалось под запретом. Власти Иркутской области отметили, что у Байкала два берега и интересы людей должны быть взаимными. И с ограничениями сегодня нужно как-то постараться жить. Более того, извлечь из них прибыль. В ближайшие 2-3 года поток туристов возрастет в Иркутской области в 2-3 раза. И все это будет связано только с экологией. Поэтому нам нужно успеть переориентироваться на основе того охранного экологического законодательства, который существует, и тех ограничений, чтобы сделать именно туристическую отрасль прибыльной. Это же касается и Республики Бурятия. Дельные рекомендации встречи по развитию прибрежных районов направят не только Байкальским регионам, но и в правительство и Госдуму. Это еще один будет сигнал. Напомнить Кремлю, что на этой территории проживает 137 тысяч человек, что они должны не просто существовать, они должны развивать экономику. Ну, в общем, они должны жить нормально. Пока же первый шаг к совместной работе на Байкале сделан. Уже на этой неделе Бурятская и Иркутская страна очистят берег озера от мусора. В Китае облегчили процесс парковки для женщин. Для них оборудовали 370 парковочных мест в двух провинциях. Стоянки обозначены розовой краской с символичным рисунком в виде девушки в платье. Места для парковки в два раза шире остальных. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслана Гасанова. В порту Даляань совершенствуют логистическую систему. Теперь рефрижераторные контейнеры можно напрямую перегружать кораблей в железнодорожные составы, минуя автомобильный транспорт. Тем самым продукты потребители будут доставлять более свежими. О новых холодных маршрутах наш следующий репортаж. Рабочие в порту Даляань пока еще действуют по старой схеме. Грузят скоропортящиеся товары в автофуры. До недавнего времени это был единственный способ транспортировки рефрижераторных контейнеров после того, как их доставят в порт. Но благодаря развитию железнодорожного сообщения удалось усовершенствовать логистику. С кораблей товар сразу же будут перегружать железнодорожные составы. Таким образом, больше не нужны будут транзитные склады для хранения. Новый сервис позволит экономить время, ресурсы, а продукты будут доставлять потребителю более свежими. В будущем через порт Даляань планируется перевозить товары в Россию и страны Европы. Мы будем сотрудничать с российскими железнодорожными компаниями, чтобы расширить так называемый холодный логистический маршрут до Москвы. Таким образом, порт Даляань становится важной точкой на маршруте шелкового пути. Старое снаружи, современное внутри. Жителям исторической части Пекина предлагают ремонт 21 века при сохранении традиционного вида их домов. Историческая застройка китайской столицы – это так называемые хутуны – узкие переулки, появившиеся 700 лет назад. Жизнь там с тех пор сильно изменилась, но все еще далека от идеала. О проекте благоустройства старейшего пекинского хутуна в следующем репортаже. 62-летняя Дун Сюэ Мэй проживала в хутуне Дэшилар всю свою жизнь. Это старейший переулок традиционной застройки в центре Пекина. Капитального ремонта здесь никогда не было. Моему дому уже более 100 лет. Стены просто разваливаются, всюду пыль. Из-за грязи приходится постоянно мыть голову. Зимой холодно, летом сыро. Жители Дэшилара давно привыкли к таким условиям жизни. В некоторых домах нет ни света, ни отопления, ни канализации, ни водопровода. Хутун – слово монгольское. Этот тип застройки появился во времена правления монгольской династии Юань в 13-14 веках. Когда-то весь Пекин выглядел именно так. А Дэшилар в свое время был оживленным торговым кварталом. История улицы Дэшилар насчитывает более 600 лет. Здесь зародилась пекинская опера. Место имеет важное историческое значение. Но в 21 веке этот хутун утратил свою популярность и превратился в трущобы. Лян Ин представляет компанию, которая предлагает молодым дизайнерам найти решение для обновления исторического района. На призыв откликнулась семья Джеймса Чена, некогда эмигрировавшая из Китая в Калифорнию. Сделать старые дома пригодными для жизни могут отделочные композитные сэндвич-панели «Плагинс», вмонтированные электропроводкой. Обшитими стены можно за один день. Нам важно оставить внешний вид дома. Все здания на этой улице имеют историческую ценность. Мы предлагаем местным жителям комфортно жить в привычном для них месте. В доме пропала сырость, исчезла пыль. Но есть соседи, которым этот ремонт не понравился. Мне эта идея не нравится. Я посмотрела, у соседей внутри и так места немного. С этим ремонтом становится еще меньше. Организаторы проекта признают, что с общественным мнением еще предстоит поработать. Впрочем, они открыты любым предложением. Я не думаю, что эта технология – окончательное решение. Она может улучшить жилищные условия в краткосрочной перспективе, но не решит всех проблем. Мы представляем этот проект жителям, чтобы дать им понять, что намерены обновить весь район Дашилар. Если у них появятся идеи лучше, мы также постараемся их реализовать. Площадь исторической застройки в Пекине год от года сокращается. Городские власти намерены оставить только хутуны, представляющие культурную ценность и способные привлекать туристов. Окончательно превратиться в трущобы Дашилару просто не позволят. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин